Всем привет, мои пупсики! Добро пожаловать в новый мой влог. Сейчас я буду снимать мукпанк, только сделала макияж, нанесла матовый карандаш на губы. Если честно, этот лайфхак я увидела... Твикс! Ненормальный котик. Если честно, я этот лайфхак увидела в ТикТоке, как взяли просто карандаш и нанесли на все губы. Хотя они у меня сухие, мне кажется, смотрится просто бомба. Они кажутся больше. Я вообще планировала сверху еще нанести блеск, но я думаю, так тоже смотрится очень круто. Так, что мы с вами сегодня будем кушать? Вернее, я буду кушать, вы будете это смотреть. У нас сегодня скумбрия копченая, брокколи и картошка. У нас здесь копченая скумбрия. Я поняла, что этого блюда не было на моем канале, поэтому решила вот так вот забабахать, так скажем. Обожаю брокколи. Отварила и сразу же в холодную воду. Они такие хрустящие, вкусные получаются. И картошка вареная. Не знаю, делать пюре или просто буду картошку кушать. Вот так вот порежу немножко. Сначала пыталась разложить на дощечку, но смотрелось как-то не очень, потому что рыбка темная, дощечка темная. Как бы не было контраста. Поэтому я решила взять вот такие две тарелочки. Вы, кстати, меня спрашивали в комментариях, откуда эти тарелки. Мы их купили в Минесо. Они сейчас тоже там продаются, отличного качества. Вот, две у нас таких. Сейчас иду снимать для вас мукбанг. Два апельсина еще. Ой, мандарину. Что я говорю, апельсин? Мандарина два. Снимала я, значит, мукбанг и в какой-то момент почувствовала, как кость от рыбки застряла у меня в горле. Вот в этой части прям немножко болит. Я стараюсь кушать хлеб, чтобы она вот так вот прошла. Но какое-то неприятное ощущение. Если так и дальше будет, то придется, наверное, пойти к врачу. Поэтому, наверное, это связано с тем, что я слишком быстро ем и на мукбангах, и вообще в жизни. И даже не успеваю там перебрать кости и так далее. Я, конечно, в мукбанге этот момент, когда мне стало как-то фигово, я вырезала, дабы не портить вам аппетит, так скажем. Но в конце мукбанга я не доела рыбку, потому что боялась, что сейчас опять что-то такое произойдет. Вот, наверное, рыбка это не лучший вариант для мукбанга, но уже поздняк метаться. В общем, сегодня ко мне должна прийти жалеем. Сегодня у меня вообще очень насыщенный день, поэтому надо прибраться дома. А вечером я обязательно маме должна переделать ноготочки, потому что они у нее уже в ужасном состоянии. Я посмотрела специально, когда мы последний раз делали ей ногти. Видео вышло 32 дня назад. Представляете, 32 дня она ходила с этим маникюрчиком, с этим гель-лаком. Тут у меня передача говорим и показом. Сейчас приступаю к монтажу, потом мне нужно сделать отчет обязательный. Вот, и здесь мне, конечно же, помогает Виксуля. Да, мой сладкий. Да, мамина радость. Я ему, кстати, этот поводочек сняла. Потому что ему было некомфортно вместе с ним. Хоть смотрелось классно, но самое главное, чтобы животному было комфортно. Еще задохнется беднянка. Пытался всячески его снять. Поэтому пришлось убрать. Так, буквально с минуты на минуту должна прийти жале. Я уже переоделась во что-то такое, знаете, более-менее. А то у меня низ от одного комплекта, верх от другого. Ну, вы знаете, да, блогеры одеваются только до пояса. А то, что ниже пояса никто не видит. Вот в этом случае уже видят. Все уже жали внизу. Я сейчас пойду ее встречать. Потому что у нас лифт не работает без ключа. А это очень неудобно. Поэтому погнали ее встречать. Жали, слава богу, написала, что она опаздывает. Это опоздать на 15 минут. Мне вот прям как раз я разложу роллы. В общем, я думаю, снять вот с таким ракурсом елки. Или снять вот просто вот со стеной задним планом. Я думаю, просто елка уже всем надоела. Поэтому какое-то разнообразие. Пусть будет однотонный задний план. Что вы думаете? Пишите в комментариях. Хотя поздно будет уже. Пока вы это увидите, уже видео будет снято. А роллы уже пришли. Не ругайтесь, что опять роллы. Просто жали такой человек. Она не может есть все, что она хочет. То есть она занимается спортом, занимается собой. И роллы, это как раз таки относится к ПП. То есть поэтому мы выбираем каждый раз роллы. Но другие мои гости будут уже кушать какой-то другой фастфуд. Или что они сами выберят. Опять же на их усмотрение. Так, глянем. Вот так вот аккуратненько мне пришли роллы. Это Джаплинс Гарден Суши. Я вам ссылочку оставлю. Такой ролл, он ролл. И такой сет по акции. Да, маме. Крик с пулей идет сюда. Жаль, как раз немножко опаздывает. Думаю, как раз разложу все. Сейчас там. Ой, гляньте, какая красота. Какая рыбка. Действительно пахнет. Обожаю вот эти вот в темпуре. Сушеной рыбкой. Раньше вообще терпеть не могла их. Калифорния, Филадельфия. Короче, для счастья все, что надо. А еще они мне положили до хрена имбиря. Мама сказала, что она уезжает. Я подумала, что это опять пранк. Оказалось, что в этот раз действительно уезжает. Кстати, у меня в гостях Жали. Тут они обсуждают, как можно похудеть. Я сказала Жали, что не приноси ничего сладкого. Но этот человек опять принес. Гляньте, что здесь интересненького. Я всем показываю Жали. Просто у меня мама печет. Поэтому нам некуда девать. Вау, какой интересный тортик. Спасибо, Жали. Можно мукбанк снять. Классно. Из АЗы. Он под елку всегда. Что не видела? Кошелек потерялся у тебя. Пайки телефона. Нет, у меня телефон. Тебе деньги нужны? Я тебе могу деньги дать. Или лица там карточка? Тебе карточки. На его выражение лица. Как тебе? Он тебе очень подходит, Жали. Он такой сладкий. Он такой сладкий. Он такой... Ой, Тимка бы сейчас тебя зажмёт. Он бы сейчас тебя обнимал. Он бы погладил тебя. Так мы в гости придём? Обязательно. Без Твикса не пущу. Просто надо его туалет взять с собой обязательно. Твиксу очень понравилась Жалим. Он, кстати, не со всеми играет. Смотрите, что творит. Кто сегодня? Акробат. Акробат быстрее. Он иногда сливается с этим ковром. Я его не вижу. Этот ковёр вообще не для него. Когда маленький был, совсем боялась, что не увидим, наступим на него. Но он вырос после последнего моего прихода. Да. Потому что много ест. У меня пошёл. Только у него метаболизм не настолько хороший. Мамочка хорошо смотрит за ним. Накрыли тут поляну. Жали, конечно же, не будет кушать эту красоту. Мы её будем здесь пытать. Ты должна. Я хочу это съесть. Значит, у нас фрукты и немного роллов осталось. Сидим, болтаем, сплетничаем о том, о сём. У нас не только тут видео. Посиделки. Поступ. Пол Detереш 들이 на металлисть, которые мыvolt些 в пятерку. Поступ. 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 Ты평. Поступ. Поступ. короче я проводила жалей маму круче данную ткаду секунды я видео снимаю песни исторические в общем я проводила жалей даже сгоняла к брату туда и обратно нужно было кое-что передать и самое главное маме сегодня уезжает к сожалению но она вернется и обещала что в скором времени вернется и будет радовать нас прекрасными рецептами а меня даже блюдами поэтому сегодня в скором времени быстренько надо сделать ей маникюрчик сделать новое покрытие сейчас весь процесс вам покажу хотя если честно я очень устала потому что день был достаточно насыщенным но так как мама уезжает нужно привести ее в порядок чтобы она такая была красотка могла там в деревне всем показывать маникюрчик искать сделала в салоне дорого-богато очень очень дорого вот так что надеюсь что вы не расскажете никому там деревне что я и сама делаю а мне коррекцию мне тоже коррекцию так ты пацан твикс какая коррекция тебе мальчик ничего сам себе сделаю как-нибудь коррекцию цвета конечно же маму не успела выбрать поэтому я притащила все в процессе того как я буду снимать старое покрытие мама обязательно выберет себе какой-то как всегда темный оттенок гель-лака пилочка коди 100 на 180 грит новенькая моя любимая коробочка точнее органайзер со всякими дизайнами но обычно мама отказывается хотя бы блестки или сразу надо уговорить мама на что-то такое она любит просто однотонные она боится что я нарисую какую-то фигню вот я себе нарисовала елочку с такой игрушкой но мама не заценила ей не нравится хотя мои подписчики все написали что очень круто получилось так опять цвета это уже гель-краски от кани который я заказывал на алиэкспресс но меня не полностью устраивают они очень хорошо распределяются хорошо наносятся в общем чем блюзка мне больше нравится вот эти вот соли ничего так формы для наращивания я их покупала 4 года назад и они у меня до сих пор лежат потому что обычно я как бы 12 ногти до наращиваю так скажем а все остальные это мои ногти ни разу не было такого что все 10 я наращиваю вот мамином случае у нее просто края немножко сломались один краем попал в терку извиняюсь за подробности в общем такая вот штука здесь было 1000 штук и вот мне хватило более чем на 4 года представляете экономненько бюджет ненько получается очки плюс маска влажные салфетки тоже понадобится мой удобный стульчик аппарат для коррекции здесь меня такая фреза ковер вам миллион раз показывала это ответа сплав зеленой насечкой нет ребят я забыла пушер и щипчики не люблю в процессе работы потом вставать идти за инструментами у меня все должно быть под рукой села сделала встала у меня так все это дело работает поэтому в этот уголочек убираем и инструменты и можно уже приступать и Субтитры сделал DimaTorzok Правая рука, как вы видите, у мамы очень плохо проносилась, посмотрите, у нее здесь скол, это ты, по-моему, теркой, да? Этот ноготь пошел вместе с морковкой. Здесь опять тоже, левая рука была идеальная, как вы заметили, но правая рука немного пострадала. Скажи, мама, честно, ты пользовалась ли перчатками? Нет? Нет. Ну ничего, если мама мастер маникюра, если дочка мастер маникюра, согласна, да ты, мама? Я мастер просто на все руки. В общем, здесь мы покрытие уже сняли, здесь это нужно сделать, это уже я за кадром буду делать, уже в конце покажу то, что получилось. Сняли покрытие с обеих рук, мама ненавидит этот процесс, да, маме? Ненавижу. Маме проще вообще взять ножом все это, отковырять, лишь бы не терпеть фрезу, самое нелюбимое. Но ничего, доделывать мы будем пилочкой, сейчас будем обрабатывать кутикулу, но не до конца, и уже будем наносить покрытие. Так, гляньте, девчонки, что я сделала. В общем, я убрала глянцевый слой с отросшей части, это способствует лучшему сцеплению. Если вы здесь не пройдетесь бафиком, в моем случае я прошлась пилкой, то у вас будут отслойки сверху, вот в этой части. Вот в этой части, сюда будут забираться волосы, и образуется кармашек, потом будет отслойка. Вот, так что сейчас будем уже убирать пыль и наносить базу. Пока база сушится, мама уже выбрала цвет. Вот такой вот красивый. Маме, а дизайн? С это по горло твоим дизайнами. Почему маме разве плохо красиво? Давай такой же, хочешь дизайн? Нет, мне лучше однотонный. Нет, мама. Ты не веришь в мои способности? Нет, я просто не люблю. Я знаю, тебе не нравится то, что я рисую. Я могу тебе просто блестки. Или... Мы уже нанесли базу, как вы видите. Она немножко синевой, потому что этой кисточкой я наносила себе синий гель-лак. Но ничего, сверху будет цвет, и это все будет не видно. Вот такой вот у нас результат на двух ногтях. Вот эти два мы уже закончили. Здесь у нас будет дизайн, да, маме? Он немножко неровный, но здесь будет дизайн. А так блики получились ничего так. Цвет тоже красивый. Мам, тебе нравится? Да. Серьезно? Да, точно. Ты согласна на дизайн? Ну, давай. Сейчас что-то придумаем интересненько. Но вот эти два ногтя получилось просто идеально. Вот такой дизайн. Скажите, я мастер просто. Но это еще не все, мам. Как тебе? Ничего. Лучше, чем когда ты начинала. А что, когда я начинала? Плохо было? Помнишь, я в перчатках ходила. А-а-а! Я помню, когда я только начала делать гель-лак. У меня мама так круто сделала, что она ходила в перчатках. Летом. В шерстяных. В общем, дизайн у нас получился такой. Кстати, на видео круче, мам, чем в жизни. Серьезно? Да, как вам, ребята, пишите. Мне кажется, очень интересно. Потом на видео увидишь. Там, мам, скажи честно, как тебе? Нормально. Потом выражение лица или что-то, не очень. Ну, почему? Ну, интересно. Еще топ будет. Прошло два с половиной часа, и уже мы закончились. Мамочка, уже можно вынимать вот такой вот маникюрчик. Гель-лак. Мам, ты довольна, скажи честно? Да, нормально. Хорошо. Нормально или отлично? Отлично. Вот здесь немножко они отличаются. Да нормально. Да. В общем, вот так вот закончили наконец-то. Ну, спасибо, Зоя. Пожалуйста, пожалуйста. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...